В эфире новости ЮРГУ. Итоговый выпуск. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Екатерина Больных. Здравствуйте! Твои, мои и наши. Яркая шоу-программа, посвященная 8 марта. В этом году в ней принимают участие сотрудники и преподаватели университета со своими детьми. В актовом зале Южноуральского государственного университета состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В мероприятии выступили не профессиональные артисты, а мужчины, сотрудники вуза со своими детьми и внуками. Среди них заведующий лабораторией экспериментальной археологии Иван Семьян с сыном Егором, заместитель начальника военного учебного центра Константин Крикунов с дочерью Елизаветой, руководитель отдела развития Института спорта, туризма и сервиса Евгений Мичурин с сыном Никитой и многие другие. По словам зрителей, концерт под названием «Твои, мои и наши» стал по-настоящему семейным. Мужчины и их маленькие помощники также удивили зрителям разнообразием жанров. Стендап, вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография и другое. А завершили творческие выступления ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков и его внук Артем. На самом деле мне очень нравится традиция Юргу, когда каждый год проводится такой праздник, где мы все собираемся все вместе и можем посмотреть на наших мужчин, которые устраивают для нас такой замечательный концерт. На самом деле настолько вдохновляет и настолько хочется после этого улыбаться и просто радоваться, когда что-то сделали такое красивое и замечательное для тебя. И, конечно, спасибо организаторам, потому что каждый год они нас заново удивляют, радуют и вдохновляют прийти в следующем году на этот концерт. Подробнее о том, как прошел праздничный концерт, смотрите в наших следующих сюжетах. И это нашел праздник! Будь счастливы! Будь любимы! Уважаемые коллеги, аспиранты и студенты Южноуральского государственного университета, дорогие женщины, примите мои искренние поздравления с прекрасным весенним праздником, Международным женским днем. 8 марта замечательный повод выразить вам признательность за профессионализм и добросовестность, чуткость и мудрость, доброту, терпение и душевную щедрость. Сегодня сложно найти сферу деятельности, где бы не трудились женщины. Невозможно переоценить их вклад в отечественное образование. В Южноуральском государственном университете получает знания и работает большое количество представительниц прекрасного пола. Женщины достигают высот в учебе, научно-педагогической работе, в спорте и творчестве. Будучи высококлассными специалистами, вы воспитываете детей, окружаете заботой близких, создаете домашний уют, вдохновляете мужчин на труд и новые свершения. Обеспечивая тыл семейных отношений, вы заряжаете окружающий мир энергией и оптимизмом. Мы гордимся вашими успехами, восхищаемся красотой и обаянием. Благодаря вам коллектив нашего университета стал большой дружной семьей. Дорогие женщины, от всей души желаю вам здоровья, душевной гармонии и новых достижений в учебе и в работе. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями. Пусть красота, пробуждающаяся природу, вдохновляет и дарит надежды на добрые перемены. Будьте любимы и счастливы. Мира, благополучия, отличного настроения и приятных сюрпризов. В Юргу спешит весна. В актовом зале Юргу стартует традиционный фестиваль. Весна в Юргу – традиционный фестиваль в рамках отраслевой и целевой программы «Молодежь Челябинская» и программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Главная цель фестиваля – поддержка различных видов и направлений творческой деятельности студентов города. Весна уже пришла в наш университет. И, как всегда, традиционно Центр творчества открывает весну фестивалем студенческого творчества «Весна в Юргу». Это локальный этап городской студенческой весны. Фестиваль будет проходить в два этапа. Первый этап – это отборочные туры. Они пройдут 10, 11 и 14 марта. И второй этап – это конкурсные дни. Они пройдут 11, 15 и 16 марта. Ежегодно каждый студент любой формы обучения, а также аспиранты и молодые преподаватели, которые состоят в творческом коллективе первые три года, могут проявить свои творческие способности в различных направлениях. Фестиваль пройдет по направлениям, таким как хореографическое направление, музыкальное направление – это вокал, инструментал и инструментально-вокальное исполнение. Также это театральное направление, художественное чтение и конферанс, оригинальный жанр и литературное направление. В литературном направлении это конкурс «Восхождение на Парнас». Напоминаем, что заявки принимаются до начала отборочного тура по желаемому направлению. В печатном виде заявки предоставляются в Центр творчества, в аудиторию 339 Г главного корпуса или по электронной почте. Подробнее с положением фестиваля можно ознакомиться в официальной группе «Весна в Юргу-2022» в сети ВКонтакте. В студенческом центре нашего университета стартовала школа Объединенного совета обучающихся. О том, как прошли первые занятия, узнаючи в следующем сюжете. Школа ОСО открыла свои двери 28 февраля. Занятия прошли в студенческом центре. В течение марта члены президиума ОСО расскажут участникам о тонкостях таких направлений, как медиа, документы оборот, фандрайзинг и председательство. Желающие прокачают свою креативность, коммуникабельность и лидерские навыки. На самом деле любой студент может принять участие в школе ОСО, но опять же нужно понимать, с какой целью люди туда идут. И обычно мы перед школой запускаем регистрацию, в которой узнаем от студентов, во-первых, их ожидания, чтобы подстроить программу под школу. Ну и, соответственно, разъясняем студентам, прежде чем идти на школу, что они должны понимать, что они от нее получат. Занятия проходят в виде интенсивов в разное время, поэтому студенты могут посетить несколько уроков в удобный для себя день. После окончания участников школы ОСО ждет мероприятие, которое будет анонсировано в апреле. Итогом школы также является подготовка к летней оздоровительной кампании в студенческом лагере «Олимп». С расписанием занятий можно ознакомиться в официальной группе школы ОСО «ВКонтакте». В рамках масленичной недели для иностранных студентов прошел мастер-класс по изготовлению настоящих русских блинов. Иностранные студенты ЕРГУ приняли участие в традиционном праздновании масленицы. В этом году масленица проходит с 28 февраля по 6 марта. Мы не могли оставить этот праздник без внимания. Праздник, однако, он закрепился и в христианской культуре. Главный символ масленицы – блин, который символизирует солнце. Именно поэтому студентам провели мастер-класс, где испекли настоящий русский блин. После прошла дегустация. Проводил очень хороший праздник масленица. Я чувствовал русскую культуру масленицы. Хотя бы я блины раньше никогда не ел. И чай. Организаторы праздника – преподаватели кафедры «Русский язык как иностранный». Они отмечают, что масленица – самый долгожданный праздник не только среди русских, но и иностранных студентов. Мы этот праздник уже проводим четвертый год. С каждым годом все с большим размахом. И на этом празднике мы каждый день соблюдаем традиции масленичные. В понедельник встречаем, проводим урок по знакомству с лексикой. Во вторник играем, в среду угощаемся блинами. На празднике участники сыграли в традиционные русские игры. Их наградили подарками. Своими впечатлениями поделился аспирант Юргу, который празднует масленицу в России уже четвертый год. Это хорошо, что сейчас я знаю, какие разнообразные праздники есть в России. Это один из самых популярных, так как добрый подарок пожаловать в весну после зимы. Отметим, что традиционно на стол блинам подаются разнообразные начинки – рыба, икра, мед, творог и другие. Масленицу принято отмечать неделю, а заканчивается праздник прощенным воскресеньем. В этот день принято сжигать чучело, которое символизирует зиму. В Юргу идет прием заявок на конкурс «Юный профи». Подробности далее. Юргу совместно с Российским движением школьников Челябинской области запускает областной образовательный проект «Юный профи». На проект выделено два гранта – Росмолодежи и Фонда губернаторских инициатив. Основная цель конкурса – повышение интереса у школьников и обучающихся судов к профессиональной профильной деятельности, а также стимулирование молодого поколения к занятию социально значимой деятельностью. Сейчас у нас идет активное распространение информации по проекту. Мы принимаем участников, идет регистрация на направление. Также мы очень хорошо взаимодействуем с Юргум в плане организаторов и надеемся, что проект будет выходить на новый уровень. Принять участие могут обучающиеся с 1 по 11 класс, средних общеобразовательных учреждений, а также обучающиеся с СУЗов города Челябинска и Челябинской области в возрасте от 7 до 18 лет. Будущих конкурсатов ожидают три испытания – тесты, кейсы и творческое задание по направлению, которое разработает один из партнеров компаний. Также участники смогут посетить различные интерактивные мастер-классы, экскурсии в рамках всей Челябинской области и встретиться с сотрудниками предприятий. В целом проект объединяет в себе 10 учебных и конкурсных направлений, которые коррелируются с направлениями подготовки 10 высших школ и институтов Южно-Уральского государственного университета. То есть, например, если это архитектурно-строительный институт, то это юный профи-версия строитель. Если, например, истис, то юный профи-версия спортсмен. Заявки для участия принимаются до 10 марта 2022 года включительно. Ознакомиться подробнее с направлениями конкурса и положением можно на официальном сайте проекта юный профи. А также на официальном сайте Российского движения школьников Челябинской области, где и проходит сама регистрация. Два дня, 140 человек и 66 литров крови. В Юргу прошел День донора. День донора – традиционная акция в Юргу. Она проходит два раза в год – осенью, весной. Принять участие может любой здоровый гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донорству. В этот раз мобильный пункт сдачи крови расположен напротив второго корпуса Юргу. Перед процедурой донации потенциальные доноры проходят обязательный медосмотр у врачей. После забора донорская кровь отправляется в лабораторию для дальнейших исследований. Кровь у нас перерабатывается. Отделяется в первую очередь красная кровь, то есть эритроциты и плазма, жидкая часть, в которой находятся все форменные элементы. Жидкая часть или плазма закладывается на карантинное хранение, то есть замораживается. И в замороженном виде плазма хранится у нас 120 дней. Через 120 дней мы должны донора увидеть, чтобы вот эту плазму, как источник всех гемотронсмиссивных инфекций, обследовать и выдать уже лечебные учреждения. Перед процедурой кровоотдачи необходимо готовиться за сутки. Исключается из рациона жареная, острая, молочная и копченая пища, а также алкоголь. Накануне вечером рекомендуется есть побольше углеводов, печенья, любые фрукты и овощи и пить жидкость. Студентка Юргу Полина Хрузина не осталась равнодушна и решила тоже внести свой вклад в спасение чьей-то жизни. Я увидела вчера это в волонтерском центре, нам опубликовали. И учитывая нынешнюю ситуацию, в принципе, везде в мире, я решила, что хочется как-то помочь, внести вклад, хоть и маленький, но хоть какой-то. После сдачи крови доноров ждет финансовая компенсация в размере 550 рублей, справка об освобождении от работы или учебы на два дня, а также сладкий чай и печенье в самом пункте сдачи. В Юргу состоялось награждение студентов и преподавателей, принявших участие совместно с Советом ветеранов Центрального района нашего города, участие во Всероссийской акции «Мое детство. Война». В Юргу прошло торжественное награждение студентов и преподавателей, принявших совместно с Советом ветеранов Центрального района нашего города участие во Всероссийской акции «Мое детство. Война». Я три года раскачивал, выступал везде. Пишите свои воспоминания о своих отцах, присылайте фотографии. Ну, за три года раскачал, стали поступать. Но для того, чтобы этот материал пришлось перерабатывать в эту книгу, конечно, надо, чтобы кто-то из людей, из филологов, из учителей, что и мы привлекали, вот эту редколлегию создали. И выпустили восемь книг «Память сердца». Примерно объемом она каждое, значит, 300 страниц, значит, в каждой книге по 60-70 авторов книги. На конкурс Анатолий Котлеренко представил восемь томов книги «Память сердца», занявших первое место. В изданиях собраны воспоминания детей войны об истории того времени, погибших, матерях и отцах, подвигах. На сегодняшний день у нас участников Великой Отечественной войны в Центральном районе осталось только 15 человек. И кого еще нужно вспомнить? Тех, кто в тылу, а это тоже фронт был трудовой. Их, конечно, побольше осталось, но они все уже по возрасту за 80, а участники войны все за 90. И одна участница войны у нас есть 102 года. Она всю войну прошла, от начала и до конца. Ну и если вспомнить блокадников, у нас их много было, сейчас осталось всего, к сожалению, 16 человек. А тех, кто прошел через фашистские концлагеря, будучи детьми, и фашисты у них брали кровь для своих солдат, их осталось на сегодняшний день 11 человек. Телерадио компания Юргут-ТВ поддержала инициативу Совета ветеранов и выпустила цикл роликов под названием «Память сердца», в котором студенты нашего вуза прошли на камеру воспоминания из книги Анатолия Котлеренко. Цель проекта — сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, в воспоминаниях очевидцев, людей чудесства и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Наша телерадио компания всегда с удовольствием поддерживает социально значимые мероприятия, одним из которых стала акция «Память сердца». Также мы часто сотрудничаем с Советом ветеранов Центрального района, всегда помогаем им. Такие мероприятия, как акция «Память сердца», помогают в патриотическом воспитании, что важно на данный момент и в такое время. На встрече после просмотра видеоролика Челябинская городская общественная организация «Центральный совет ветеранов» вручила благодарные письма всем участникам акции. Почему я участвовала в этой акции? Да, все просто. Это наша история, история, которую нужно всегда вспоминать, всегда помнить и рассказывать своим детям, своим внукам, своим друзьям, родственникам и всем остальным. Это важная дата в нашей жизни. Отметимым организатором проекта «Мое детство. Война» является Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. В МБА-центре состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам профессиональной переподготовки. 14 выпускников получили дипломы по программе профессиональной переподготовки, антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих и 4 выпускника по программе мини-МБА-практис. Обучение проходило в очном и дистанционном форматах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Преподаватели также отмечают, что несмотря на ежедневные занятия, посещаемость была на высоком уровне. Чем заняться студенту в свободное время? Мы знаем ответ. Юргу ТВ запускает новую рубрику. Здравствуйте, зрители Юргу ТВ. Это рубрика «Чем студенту заняться в свободное время?» Меня зовут Евгений Погодаев, и мы начинаем. Студенческие годы – самое интересное время, которое каждый проводит по-своему. А вот как провести его интересно и увлекательно, сейчас я вам расскажу. Наступила долгожданная весна, а с ней отличная погода. Вы можете прогуляться по парку со стаканом горячего кофе и полюбоваться красотой природы. Если не главное, вы можете сделать красивые фотографии, которые вы можете выложить в социальные сети и получить много-много лайков. У тебя есть талант, и ты не боишься публики, то это развлечение специально для тебя. С 10 марта в университете начинается ежегодный фестиваль творчества «Весна в Юргу-2022», где ты можешь раскрыть свои таланты и возможности в таких направлениях, как театральное, музыкальное, танцевальное и оригинальные направления. Не упусти свой шанс и подай заявку на участие по ссылке в описании. А вы не забыли, что скоро 8 марта? Это же замечательный праздник всех девушек, где можно творить и удивлять бесконечно. У тебя есть свободное время? Тогда ты точно сможешь приготовить оригинальный подарок. Вы можете написать стихотворение, придумать какой-нибудь необычный танец, или же вы можете сделать подарок своими руками, ведь подарок, сделанный с душой, всегда приятно получать от любимого человека. Ну, или же вы можете купить стандартный пакет подарка, это букет цветов и коробку конфет. А я поздравляю всех девушек с наступающим 8 марта. С вами был Евгений Погодаев, ведущий рубрики «Чем студенту заняться в свободное время». Увидимся через неделю. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова